Приветствую вас, аноним. Я прочитал ваш вопрос. Давайте попробуем его разобрать. Смотрите, глобально не совсем понятно, чего вы хотите. В том смысле, что ну хорошо, а вы вернете мужа и извинитесь перед ним. Как-то вот наладите, может быть, ваши взаимоотношения. Но проблема не решится. Та изначальная проблема, которая у нас была, она не разрешится. И, собственно, я вот не очень понимаю то, какую цель вы преследует. Понимаете, какая штука? То есть, что делать, вот, собственно, чтобы что делать. Потому что если вы хотите сохранить отношения с мужем, это одно, если вы хотите, например, в себе разобраться, это другое и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Вы не говорите, чего вы хотите конкретно. Вы не говорите, какая у вас конкретная цель. Вот. Да, понимаете. Какая штука. Это первое. Это первый, первый, первый момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Теперь давайте пройдемся по вашему тексту. С мужем стали, уважаемые психологи, пишите вы, нужен совет. Сразу скажу, что психологи не дают советов. Мы помогаем разобраться в себе. Как вам? Действовать, как вам поступать, вы решаете сами. И только сами. То есть, я не думал, я не думал, что это очень хорошая идея давать вам совет. То есть, ну, вообще, вот, с точки зрения, с точки зрения этики, с точки зрения профессионализма. Вот. Поэтому, боюсь, вы немножко ко мне по адресу обратились, когда, ну, когда спрашивали про совет. С мужем стали жить недавно, но его отношение ко мне поменялось. Секс редкий, только с моей подачи. Внимание перестал уделять целыми сутками заняткой игрой в интернете. Смотрите. Во-первых, здесь важно понять контекст ваших отношений, что они себя представляют. Потому что, если ваши отношения с мужем выстроены исключительно на гендерных основаниях. Что такое гендерные основания? Это исключительно на взаимодействии, ну, мужчины и женщины. Вот. То, в таком случае, мы имеем, конечно, серьезную проблему. Мы имеем серьезную проблему, потому что, по факту, получается, что вас с вашим мужем не связывают. Ничего, кроме взаимодействия, ну, вот, гендерного взаимодействия. Вот. Это большая проблема. В таком случае нет ничего удивительного в том, что после свадьбы человек перестал проявлять к вам, ну, вот, внимание, да? Потому что, потому что, когда он вас, грубо говоря, завоевал, когда он, вот, ну, грубо говоря, когда вы, по его мнению, стал его. Вот. Он потерял мотивацию, значит, ну, проявлять к вам какое-то внимание. Но связано это исключительно с тем, что крайне мало между вами общего и крайне мало моментов вас связывают. Именно связывают друг с другом. Если бы, если бы, связывало больше, то, тогда бы и внимание не прибавило. То есть, это вопрос здесь в том, как, например, вы себя подаете мужчине. На чем, на каких основаниях вы выстраиваете отношения с мужчиной? Это важно. Потому что, как видите, ситуация, ну, прямо, прямо вот, влияет на ваше взаимодействие. Это такой момент. Следующий момент, который, на который можно обратить ваше внимание, это то, что человек, ну, например, получает, получает. Допустим, игра. То есть, какую человек, грубо говоря, получает выгоду от того, что играет. Например. Ах, какое свое желание он реализует, игра. Что ему дает игра? Вот это вот вы не выясняете. Вы не интересуетесь тем, что интересно вашему мужу. Вместо этого вы, обратите, пожалуйста, внимание, пытаетесь, как бы это сказать, перетянуть одеяло на себя. Вы пытаетесь. То есть, вы пытаетесь обращать внимание мужа на себя. Вот. Ну, это позиция, собственно, и может быть интерпретирована, как, ну, как... Ну, как давление на этот человек. Дальше. На свадьбе все было идеально. Он был трепетным, заботливым и нежным. Ну, опять же, здесь у вас некая, некая идеализация, на мой взгляд, брака. Потому что, ну, вы все рассчитывали, что он будет таким все время. Будет таким вот нежным, трепетным, на постоянной основе. Ну, это немножко странно. Потому что подобное, я бы не сказал, что... Ну, возможно. Да? Вот, отношения, они... Нуждаются в том, чтобы их как-то обновлять отношения. Нуждаются в том, чтобы их как-то вот, значит, ну, как-то педалировать, если можно так выразиться. Вот. Это важно. Если же вы, ну, ведете себя вот так, как ведете, да? То есть, вот, в плане того, что, ну, если вы столько требуете, если у вас есть некая романтизация присутствует, то, опять же, это не совсем реалистичный подход. Будем честны. Вот. Дальше, значит, сейчас я постала его узнать. Ну, а вопрос, опять же, знали ли вы его? То есть, вообще, это очень серьезный вопрос. Осознали ли вы сейчас человека? Потому что, если у вас, ну, вот, чисто гневные отношения, да, то, скорее всего, вы его не знали. Вот. И, скорее всего, как личность, как между личностями, у вас взаимодействия нет. То есть, у вас нет общих интересов, чтобы вас объединяло. Это большая проблема. Ну, вот. Потому что, а-а-а, веду, вообще не затухает. И становится вот таким вот чисто, чисто классически, классически семейным. Семейным, в самом таком негативном смысле этого слова. Следующий вопрос о принятии человека. Последний раз я не выдержала холодность и спылила, спросив, а любит он меня вообще? Ну, знаете, вот здесь чувствуется ваша неуверенность и ваш страх. Понимаете? В данном случае перекладывается, в данном случае перекладывается на человека. Вот. И, в общем-то, ничего хорошего из этого не будет. Если вы понимаете, о чем я говорю. То есть, вы не выдержали, вы спылили, а ответственность перекладываете на мужчину. Ну, это не совсем зрелая позиция. Надеюсь, вы не будете с этим спорить. Кроме того, если вы, как говорите, не выдержали, то это значит, что свои чувства, да, вы сдерживали. Это значит, что вы их не выдержали ранее, за что и воплодили. То есть, склонность, склонность терпеть что-либо, всегда приводит к подобной, к сожалению, проблематике. Вот. Это тоже очень такой важный момент. Терпеть ничего не нужно. Если вы терпите, то, скорее всего, выздороветь. Рано или позже, это просто вопрос времени. Дальше. Любит ли он меня? Это сомнения. Сомнения в собственной ценности, собственной важности и нужности. То есть, грубо говоря, это некая условность. Это некая условность. Условность, ну, можно сказать, что это условность вашего устояния в себя. Вот. Можно так это, ну, можно так выразить это. Это условность того, как вы к себе относитесь. То есть, я хорошая, там, грубо говоря, только если вот, значит, если меня любят. Например. Например. Хотя, конечно, это, это тоже, ну, я бы сказал, что вы что не используете, потому что условности вы можете сами себе навязать, скажем так. Вот. И всё. А, так вот. Опять же, получается, что свою собственную проблематику вы перекладываете на человека. на человека здесь. Дальше он сказал да, но, поскольку так и не отрывался от монитора. Но, опять же, вы здесь вот требуете от него внимания. А, вот. А, вот. А, чего-то ожидаете от него. Оно, по факту понятно, что у человека нет мотивации, вам это удалось. Вот это задевает. Очень важно понять, с чем вас это задевает. А, вот. Очень важно понять, как вас это задевает, потому что это мешает вам быть естественной. Это мешает вам быть, эм, ну, это мешает вам вести себя свободно независимо. А, вот. К, эм, к сожалению. То есть, момент это важный. Достаточно. Эм, также, эм, также, я поинтересовался, чем дело, почему он меня не хочет. Ну, то есть, знаете, как это вот, ооо, ооо, как претензия-то звучит. То есть, эм, как претензия, типа, давай, значит, хоти меня. Ну, вы же, наверное, понимаете, что не так эта ситуация работает, то что заставить человека вас хотеть, наверное, нельзя. Вот. Да и не стоит, наверное, его заставлять. То есть, по факту, да, вы на него давите, но вопрос не в том, что вы на него давите, а вопрос в том, что мотивирует вас это делать, что мотивирует вас на него давить. Вот. Конкретно, что мотивирует вас на него давить. Возможно, страх, возможно, стрибожность, возможно, что-то еще, но Но вне зависимости от этого, все равно вам нужно взять на себя ответственность за то, что происходит именно с вами и начать решать эти проблемы. Например, если вы выбираете мужчину, который, грубо говоря, относится к вам только с позиции гендера, то вам, как бы, наверное, не следовало бы ожидать, что человек будет как-то по-другому к вам относиться, да, как-то по-другому вас воспринимать, но это было бы странно. А на сегодняшний день вот эта ситуация выглядит, выглядит, ну, таким образом, что вы ожидаете от, значит, человека, что он будет вести себя как-то иначе еще раз, если в отношениях, если в отношениях присутствует элемент завоевания, то это большая-большая проблема, потому что после завоевания обычно люди, ну, относятся как, потому что они завоевали. Вот если у вас есть, например, медаль, тогда вы можете, в принципе, увидеть то, как это работает. То есть вот медаль, ваша медаль, как вы к ней сейчас относитесь? Вряд ли вы цените ее так же сильно, но сейчас, как иначе. Тогда, когда только-только получила. И это нормально. Именно поэтому строить отношения на основе завоевания идея далеко не лучшая, идея далеко не самая хорошая. Но зачастую именно эта идея, именно эта позиция наиболее поощряемая у нас в обществе, к сожалению. И женщины, да и мужчины тоже. Ну и вот, совершают ошибку, выстраивая свои отношения именно вот на основе таких вот позиции. А потом удивляясь, почему ничего не получается. Дальше. Так, у нас молчал, сказал, что человек просто не сил, я чувствую, что он меня врет. Мне это разозлило. Здесь вы говорите о некой проблеме, в проблеме доверия себе, вот. К, э-э-э... К сожалению. То есть, это, вот, э-э-э... Трудность, э-э-э... Трудность... Э-э-э... Трудность, э-э-э-э, доверие, э-э-э-э... Вам нужна, вы сами себе не доверяете. Вот, и, значит, вам нужно для хорошего самочувствия вам нужно, чтобы человек давал вам обрядную связь, мужчина вам эту связь не даёт, вы излечите, вот. Ну, это позиция такая тоже достаточно логична, если мы говорим про вашу ситуацию, ну, опять же, задача, чтобы добраться, да, а вот, что именно, разозлило меня, вот, то есть, ну, почему я разозлился, вот, это такая достаточно важная история, вот, то есть, что именно меня разозлило в этой ситуации. То есть, у меня такое ощущение, да, что вы, ну, понять себя, да, да, понять себя, вы не пытаетесь, вы, словно бы, знаете, вот, как-то торопитесь, эм, торопитесь от человека что-то потребовать, но вы не хотите разобраться в себе, а разобраться в себе, это очень важный элемент, очень важный момент в данном случае, потому что от этого зависит то, как будут развиваться ваши отношения, собственно, граждане, в дальнейшем, вот. Такая история. Итак, что вас разозлило? Бэкдинг сказал, что если его, его что-либо не устраивает, я могу найти любовника. Меня это жидко ранило, и я ушла среди ночи, сказать, что так и сделал. Но, опять же, у меня есть, эм, вы знаете, столько ощущений, что, эм, скажем так, проблематика более глубокая у вас, чем вы её описываете, потому что, ну, подобные высказывания, они редко, когда, когда, бывают, эм, ну, на пустом месте, редко, редко, когда они происходят с бухтой барахтой, как говорится, а значит, есть какая-то предыстория в предысториях, вот. Я, конечно, эту предысторию не знаю, вот, но очень хотел бы, знаете ли, узнать, очень хотел бы понять то, что между вами происходит, и почему же такой разговор между вами стал, вообще говоря, возможным, вот. На моём взгляд, эм, повторюсь, на пустом месте подобных вещей не происходит, вот. И то, что каждый из вас, по сути, эскалирует конфликт, говорит о том, что некая тревожность между вами, она имеет место быть, вероятно, некая такая вот, может быть, ну, эм, некая напряжённость между вами, может быть, вот. И опять же, очень важно понимать, что на ровном месте, на ровном месте, таких ситуациях не происходит. То есть, э, если это случается, если вот такой момент, да, такой элемент происходит, то у этого всегда есть причина. Причина кроется в истории ваших отношений. Дальше. Меня это чуть-чуть ранило. Чем? Я ушла с орденоси так. Думала, что он обнимет, обстановит, обнимет, как раньше. Но вот здесь, знаете, вы чувствуете, что вы манипулируете, то есть вы не конкурентны, что называется. То есть вы что-то делаете в расчете на то, что человек тоже что-то сделает. Ну, это, понимаете, подобная манипулятивность, да, но, опять же, ни к чему хорошему не приведет. То есть здесь вот вы хотите, чтобы вас остановили, но, понимаете, это в какой-то степени это перекладывание ответственности на человека за то, что вы сами хотите. Вот, ну, потому что, казалось бы, если вам не хочется уходить, вы не хотите. Если вы хотите уйти, идите. А так, получается, что не туда и не сюда вы. И полностью вы зависите от своего партнера. А партнером пытаетесь манипулировать. А манипуляция, она зачастую ощущается. Манипуляция, она зачастую достаточно хорошо чувствуется. И, соответственно, еще больше, значит, ну, еще больше происходит отдаление, что ли. Я бы так сказал. Вот. Вот. Поэтому здесь вы такое ощущение, что не полагаетесь на себя. Вот. Здесь такое ощущение, что вы не доверяете себе. Вот. Здесь такое ощущение, что вы относитесь, ну, к себе. К себе. А вы относитесь, ну, как-то вот, я бы сказал, обесценивающе. Вот. И, на мой взгляд, в этом есть некоторые, именно ваши, что называется, трудности и проблемы. Дальше идем. А, так. Ну, нет, этого не случилось. Приношевал на другой квартире. На утро увидел, что свою вещь он забрал. Ну, все. Сейчас о недоумении. Как быть? Что бы что? Писатель звонит домой. Что бы что? Бежать и извиняться, хотя не знаю за что, но за то, что вы на него даете, даете в принципе. Или просто дать, что время расставиваться на места. По местам. Опять же, что бы что? Цель какая? Очень переживаю, что в этот день пристало спасти. Если, может, есть способы вы выйдете на разговор. Ну, здесь, скорее, справа вам бы с своими... Собственными переживаниями бы разобраться. Потому что природу ваших переживаний, я на данный момент не очень хорошо понимаю. природу ваших переживаний. Вот. Не то, чтобы я считал, что вам не за что переживать. Нет. Просто именно природа ваших переживаний. Для меня не совсем не знаю, по поводу чего вы переживаете. Мужчина не хочет идти на контактах, так звали. Вот. Мужчина с вами, ну, вроде как не интересуется. Да? То есть... Ну, человек, вот, потерял к вам интерес. Например, вас не устраивает это. Он уходит, забирает вещи. Что означает, что меняться он особо не собирается. Вот. А вы переживаете. Вот. Ну, тут, ээээ... Необходимо выделить центральную ось переживаний. Да? По поводу чего именно вы переживаете. Что наиболее для вас, ээээ... Ну, болезненно. Скажем так. Это вряд ли. Для... Для... Ну, для... Для вас это вряд ли. Дальше. Эээ... Так. Смотрите, слишком напирал на него и больше проявлял интересы в его сторону. Ну, если опять какая-то у вас гендерная позиция, да, то есть больше проявлял интересы в его сторону, на сторону не меньше проявлял интересы в сторону человека, которому вам хочется его проявлять. То есть, ну... Вы извините, просто позиция, ну... Какая-то, знаете, вот, меркантильная позиция, на мой... На мой взгляд. Вот. Что делать-то, если вам хочется проявлять... К нему... Вот. Ну, внимание. Что делать-то в таком случае? Ограничивать себя? Заставлять себя не проявлять внимание? Или... Или что? Да. Вот. Вот. Вот это, видите, вы... Ну, вы не отказываетесь, эм... От... Эм... Вы не отказываетесь от... Эм... От модели поведения, которая предполагает подобное развитие отношений между вами и вашему... К сожалению. К сожалению. Вот. Поэтому, на мой взгляд, эм... Что-то, что-то менять... То есть, даже не менять, а на мой взгляд... Эм... Вот... Как-то... Эм... Как-то вам... Эм... Сближаться... Эм... Сначала... Эм... Сначала... Эм... Имеет... Мало смысла, потому что... Эм... Проблем не решаться. Вам, сперва... Нужно определиться со своей четкой позиции. Чтобы... Мужчина... Действия мужчины... Эм... Не влияли на вас. Чтобы вы... Эм... Были... Ну... Относительно... Самостоятельны... В своем... Эм... Вот... Поведении. И тогда уже можно будет говорить о... Эм... Чем-то... Да... Уже можно будет говорить о... О... Как... О... Поиске компромиссов. Вот... А сейчас вы находитесь в напряжении, что... В общем... Ну... Вполне... Нормально, да... Что... Вполне логично, закономерно... Вот... Вы находитесь в напряжении, и... Эм... Я не уверен, что... Вы готовы... К... Эм... К решению... Проблем... Я не уверен, что вы готовы к... Решению... А... Ну... К поиску компромиссов. Вот... Я в этом не уверен, к сожалению. Вот... Я, конечно... Могу быть не брат в данном случае, но... Нет... На ситуации увидится такое. Вот... И... Соответственно... Пока вы... Эм... Не разберетесь... В... Себе... Сами... Вот... Пока... Вы... Не... Мм... Поработаете... Эм... Вот... Над своими собственными... Собственными трудностями... Эм... Неуверенностью... Эм... Тревожностью... Тревожностью... Вот... Ну... Нет смысла возвращать вам... Вашего мужа... Потому что... Проблемы просто будут... Эм... Снова появляться... А... Извиняться... На мой взгляд... Нужно искренне... То есть... Если вы... Ну... Если вы не считаете... Что... Есть... За что извини... Извиняться... То... В таком... Случае... Наверное... Извиняться не стоит... На этом все... Я надеюсь, что помог вам... Желаю всего самого доброго... И удачи! Субтитры сделал DimaTorzok